МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире CBC «Экономика дня» и я, ее ведущий, Азад Гасанли. В Азербайджане запускается новый механизм аренды жилья, о том, как он будет работать, чем будет отличаться от ипотечного кредитования, а также в целом о направлениях деятельности азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда. Я поговорю с генеральным директором фонда Эмилем Мамедовым. Эмилем Мамедовым, здравствуйте! Добрый день! Спасибо большое, что согласились принять нас у себя в офисе. Но о механизме аренды я хочу поговорить чуть попозже. А первый вопрос, который я хотел бы вам задать, в целом, связан с направлениями деятельности ипотечного фонда. Могли бы немного о них рассказать, какие работы сейчас проводятся? Ипотечный кредитно-гарантийный фонд наш, он работает в целом в трех направлениях. Ипотечное кредитование – это одно из его направлений. Следующее направление – это аренда жилья с правом последующего выкупа, а также представление гарантий для получения кредитов в национальном валюте для предпринимателей и, в частности, для малого и среднего бизнеса, а также субсидирование процентных ставок по этим кредитам. Эти три направления нашего фонда, они в целом служат двум глобальным целям. Первая цель – это обеспечение жилья и обеспечение, улучшение жилищных условий населения. Туда мы можем включить как программу ипотечного кредитования, а также и программу аренды жилья с правом выкупа. Второе – это облегчение доступа предпринимателей, в частности, малого и среднего бизнеса, к кредитованию и финансированию их проектов в банках. Это два глобальных целя, которые преследует наш фонд. Все эти три направления равнонаправлены в нашем фонде. Естественно, программа ипотечного кредитования, она долгое время являлась основным видом услуг, которые представляет наш фонд. Впоследствии появились два новых направления, которые я отметил. Программа ипотечного кредитования, она представляется населением посредством аккредитованных банков в нашем фонде, их сегодня 26 по данной программе. Программа аренды жилья с правом выкупа, она отличается от ипотечной программы. В деталях это далее я вам дам информацию. Основное отличие в том, что договора и сделки будут заключаться напрямую с фондом у населения. Направление, связанное с предпринимательской деятельностью и гарантированием кредитных сделок с банками, оно также предоставляется посредством аккредитованных банков. Сегодня у нас 15 аккредитованных банков в данном направлении. Механизм аренды жилья. Расскажите, пожалуйста, в чем его значимость и откуда вообще зародилась эта идея начать в Азербайджане реализацию такого проекта? Наш фонд активно мониторит рынок уже в течение многих лет в целях улучшения оказываемых услуг и получает информацию, а также обратную связь, как от конечных бенефициаров, пользователей этих услуг, а также от аккредитованных банков в целом. И долгое время фонд наблюдал, изучая эффективность нашей ипотечной программы, что присутствует часть населения и часть заемщиков, то есть часть населения, которые хотели бы улучшить либо свои жилищные условия, либо приобрести первую квартиру посредством ипотечной программы. И они получают регулярные отказы от банков ввиду ряда причин. И основными яркими одними из этих причин являются то, что либо у них отсутствовало достаточное количество сбережений, чтобы внести первоначальный взнос, либо они не могли обосновать или же представить источники своих доходов, либо у них была слабая кредитная история, или же ее вообще не было. И по этим причинам они очень часто получали отказы. Отказы они получали, так как отчасти программа сама предусматривает наличие данных факторов. С одной стороны, и с другой стороны, эти факторы очень сильно влияют на оценку платежеспособности этих заемщиков. И ряд банков, они просто не могут их платежеспособность оценить. Поэтому и вынуждены были отказывать. Учитывая эти факторы и желание фонда охватить также эту часть населения, и изучая наилучшую практику, в фонде был разработан и представлена новая услуга, которую фонд собирает сейчас посредством электронной системы предлагать населению под названием «Аренда с правом последующего выкупа». Сама система позволит этой категории не оставаться за рамками наших услуг, обеспечить им доступ к жилью, доступ к улучшению их жилищных условий. Структура предлагаемой услуги построена в основном на формате аренды с последующим переходом права собственности. Да, вот этот момент интересен. Чем отличается этот механизм от стандартного ипатичного кредитования? Ну мы по отличиям, некоторые отличия уже назвали, но отличия на этом не заканчиваются. По своей природе этот продукт более, скажем так, социальный, так как там отличные сроки, оформление самого контракта и сделки должно осуществляться намного быстрее, чем в случае с ипатичной программой. Количество требований документов минимизировано, договора заключается напрямую с фондом, поэтому, как бы, количество шагов при заключении сделки, оно уменьшается. В первом случае мы эту услугу представляем посредством аккредитованных банков, поэтому там, естественно, что процедуры, они включают еще и процессы самого банка. С точки зрения расходов, ну, там многие расходы, в том числе и расходы, связанные со страховкой, они покрываются со стороны фонда в данном случае. Ну и, в принципе, как бы, на этом можно сказать, что основные отличия, они, да, заканчиваются. Дальше это технические отличия и детали, которые должны, как бы, сделать эту сделку транспарентной и быстрой в сравнении с предыдущей. Хотел бы один момент уточнить, вот, вы говорите, она более доступна по условиям приобретения и так далее, но вот можете ли назвать минимальный первичный взнос, минимальная месячная оплата, сколько они составляют? Будут составлять, точнее. Вы знаете, понятие первоначального взноса, оно отсутствует. Полностью отсутствует. Да, как бы, в данном продукте и одним из причин разработки этого продукта являлась проблема, связанная с первоначальным взносом. Как вы знаете, в ипотечных продуктах, которые мы предлагаем через наши аккредитованные банки, есть первоначальный взнос, и в зависимости от того, как оценивает заемщика банк, этот взнос, он, ну, в ряде случаев и доходит до 30%. И это являлось основной сложностью, так как, ну, там, по ряду объективных причин и других причин молодые семьи, скажем так, и ряд другой части населения, которая не смогла она, как бы, ввиду своих расходов или же экономических своих причин сформировать необходимые накопления, чтобы, да, сделать первоначальный взнос, она остается за пределами ипотечных программ. Поэтому в данной программе понятие первоначального взноса, да, она. Ну, это начало проекта, и, естественно, по мере утилизации квадратных метров и жилищного фонда будут рассматриваться новые возможности для его расширения. — А в регионы углубляться будет, вот механизм, или он будет работать только на территории Пшенского полуострова? — Для начала мы начали со Пшенского полуострова, да, и это зависит от потребителей. — Спроса уже, да, получается, да. — Хорошо. Хотел бы переключиться на ипотечное кредитование. Этот вопрос, в принципе, я думаю, неоднократно вам скорее всего задавался. Есть ли планы по изменению условий ипотечного кредитования, решения, возможно, списка льготных заемщиков? Такие вот планы есть или может быть пересмотр процентной ставки? — Вы знаете, я бы сказал, что это некий, некого рода постоянный процесс в нашем фонде. Как я и отмечал ранее, основываясь на обратной связи опроса, мы постоянно пересматриваем наши сервисы, представляемые посредством продуктов через аккредитованные банки. Получаем информацию как от аккредитованных банков, так и от самих пользователей. И, в частности, я бы сказал, что достаточно за короткий срок, небольшой отрезок времени, фондам было сделано очень много изменений, в том числе и по такому продукту, как ипотечный кредит. К примеру, была увеличена сумма на один контракт до 150 тысяч, была увеличена сумма на один контракт по льготной ипотеке до 100 тысяч. Посредством расширения функционала этого продукта, социальное жилье в проекте МИДа стало доступным по ипотеке. Я бы еще отметил, что в результате изменения условий стало возможным приобретение квартир в новостроящихся домах. Посредством такого механизма, как первичная регистрация квартиры. Были пересмотрены условия по реструктизации, которые сделали данную программу более гибкой, как для пользователя, так и для банков. Они помогают входить и в положение, и пересматривать условия и последовательность оплаты, как делая ее более удобной. Еще одно направление фонда — это гарантирование кредитов. Хотелось бы немного про это поговорить. Как бы в целом сейчас можно оценить... Я знаю, механизм он достаточно новый, если так посмотреть, где-то около года работает. Но уже до сегодняшнего дня как бы вы оценили эффективность этого механизма? И на какую сумму уже гарантированы кредиты до сегодняшнего дня? Я бы сказал, что механизм он начал себя оправдывать, несмотря на то, что уже не такой большой срок этот механизм работает. Уже нам исполнился год этому механизму в нашем фонде. Мы начали практически ее применять с октября 2018 года. Данный механизм рассчитан на упрощение и облегчение доступа предпринимателей к кредитам, а в частности малого и среднего бизнеса к кредитам. Такого рода механизмы используются в ряде развитых стран. И я бы сказал, что экономика этих стран получает положительный эффект уже долгое время. Мы изучали практику таких стран, как Южная Корея, как Турция, как Россия, Великобритания. И в этих странах эти механизмы давали очень хороший эффект, как в качестве портфеля самого выдаваемых кредитов предпринимателям в банковской системе. Так и был положительный эффект на экономике. В данном процессе стоит отметить также и трудности, с которыми встречаются как предприниматели в целом, так и малый и средний бизнес. Так как в данном сегменте всегда слабо развита отчетность. Не всегда она агрегирована правильным образом. Нет достаточно информационной базы и данных, которые приводят к асимметрии информации. В результате кредиторы, в данном случае банки, им бывает сложно оценить этот бизнес. И, как правило, они либо склоняются к крупному бизнесу, либо же балансируют свои риски путем увеличения требований в отношении залогов и процентных ставок. В результате чего данный сегмент начинает страдать. Наш механизм позволяет распределять риски между банком и фондом. В результате чего коммерческие банки более охотно идут на кредитование данного сегмента. А механизм субсидирования процентных ставок, он непосредственно, как уменьшает расходы малого и среднего бизнеса при получении кредитов, он косвенно также, с другой стороны, увеличивает их платежеспособность. Тем самым улучшая их кредитный профиль и создавая им положительную кредитную историю. Отвечая на ваш вопрос, я вам скажу, сегодня наш объем кредитов, выданных под гарантии нашего фонда, он достиг 70 миллионов. Мы планируем в этом году, по крайней мере, постараться дать такой же схожий результат. Количество банков, желающих подключиться в качестве аккредитованного банка в данной программе, увеличивается. Сегодня у нас это 15 банков, но ежемесячно нам поступают дополнительно по одной, по две заявки от банков для участия в данной программе. Мы, в целом, смотрим на опыт банков в формировании кредитного портфеля по малому и среднему бизнесу и по предпринимателям в целом, а также на их прутенциальные показатели. А уполномоченными финансовыми учреждениями могут стать только банки или в том числе не банковские кредитные организации? В частности, на данный момент только банки, так как это регулируется установленными правилами. И данные правила нам позволяют принимать пока только банки. Хотелось бы еще такой вопрос задать касательно гарантирования кредитов. Уже прошло чуть больше года с момента его запуска. И мне интересно, вы постоянно анализировали ситуацию, у вас была обратная связь. Как вы считаете, по итогам этого периода у вас есть какие-то планы по изменению возможных условий? Или, может быть, они уже проводились в течение периода работы? Вы знаете, так как этот продукт новый для всех, и для банков, и для предпринимателей, но и в фонде самому тоже за этим продуктом стоят достаточно сложные механизмы по анализу поступающих заявок, по изучению самих бенефициаров этих услуг, то есть наших предпринимателей, то мы в данном случае тоже периодически пересматриваем существующие условия. И несмотря на то, что всего лишь год эта услуга действует в нашем фонде, мы несколько раз, тесно общаясь с банками и с предпринимателями, вносили изменения как в состав требуемых документов, также в процесс андеррайтинга, мы процесс оценки проекта называем андеррайтингом. Также в процесс андеррайтинге непосредственно своих поступающих заявок. Ну что ж, Эмили Мамедов, большое спасибо за очень интересную всестороннюю беседу. А я напомню, это была «Экономика дня». И вместе с Эмилием Мамедовым, генеральным директором Азербайджанского ипотечного кредитно-гарантийного фонда, который любезно согласился принять нас у себя в офисе, мы обсуждали запускаемый в Азербайджане новый механизм аренды жилья, а также в целом деятельность ипотечного фонда, планы на этот год и другие вопросы. С вами был я, Задгасан Ли. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин